Любой кардиолог скажет, что ваше сердце в ваших руках. И чтобы сохранить его здоровым на долгие годы, нужно всего лишь навсего выполнять перечень определенных рекомендаций. Но так ли все просто на самом деле? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Это последний эфир программы в этом году. И сейчас вы обрадуетесь, потому что сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Владимир Кузьмин, врач-кардиолог, заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного кардиодиспансера, кандидат медицинских наук. Добрый вечер, Владимир Петрович. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Все вопросы, касающиеся здоровья вашего сердца, нужно обязательно задать. Звоните к нам в студию. Владимир Петрович, у меня первый вопрос такой немножко странный, может быть, вам покажется. Но я хотела спросить, какая ваша любимая болезнь сердца? Любимая, в кавычках, естественно, в том смысле, что, может быть, самая часто встречающаяся, и которую вы, ну, совершенно точно знаете, как лечить. Ну, самая часто встречающаяся болезнь, если вот мы возьмем, например, амбулаторный прием обычного рядового доктора, я, например, свой амбулаторный прием возьму за 100%, и могу однозначно сказать, подавляющее большинство – это пациенты с гипертонией и с ишемической болезнью. Поэтому за те годы, сколько я работаю кардиологом, эти болезни стали для меня любимыми. Почему? Потому что, во-первых, мы их знаем от А до Я, они изучены, и более того, мы не останавливаемся на достигнутом, появляются все новые и новые данные, появляются новые рекомендации. И поэтому, если вот так ту же самую гипертоническую болезнь так разложить от А до Я, это будет такая мощная гармония, которую можно сложить и снова разложить, и в следующий раз будет еще больше она, понимаете? Ну, я думаю, вы никого не удивите, столько лет существует гипертония, конечно, методы меняются. Тут и за полтора года ковида сколько уже было протоколов. Более того, за эти годы ковида мы стали настолько более грамотны в плане, например, все, у всех на устах слово тромбоз. Все пациенты знают тромбоз. Поэтому, на самом деле, вот жизнь вносит определенные корректировки. А если мы касаемся непосредственно нашей медицинской отрасли, да, появляются какие-то новые данные, поэтому те болезни сердца, которые ранее были не так изучены, сейчас мы говорим о том, что да, мы уже полные спецы. Более того, даже уже пытаются выделять определенные узкие специальности в рамках кардиологии. Например, гипертонзиолог. Да вы что? Специалист, занимающийся гипертонией. Это уже сейчас и в университете есть? Нет, но это так образно, как бы вот мы пытаемся, да, в процессе работы. Вот, это коллега гипертонзиолог, потому что она занимается гипертонией. Вы сказали, что если 100% взять ваш прием, то гипертония это сколько процентов, вы не сказали? Я думаю, что 80%. Ого! У нас очень помолодела гипертония. Она, в принципе, всегда была в лидирующих позициях. Поэтому, ведь мы сейчас уже говорим о том, что подростки приходят с высокими цифрами артериального давления. Мы уже говорим о том, что вот средний статистический пациент порядка 20 лет назад, наверное, с гипертонией, это порядка 40-45 лет был пациент. Сейчас мы уже констатируем этот диагноз у пациентов. В 20 лет, в 18 лет с призывного возраста обследуются у нас, и мы выставляем диагноз гипертоническая болезнь вот ввиду вот обстоятельств. А почему у нее такая распространенность? Она же не инфекция, которую можно вдохнуть. Вы знаете, вообще, если говорить о гипертонии, 5% по структуре мы говорим о вторичных гипертониях. То есть, те гипертонии, которые имеют какую-то причину. Например, заболевание почек, заболевание надпочечников, заболевание эндокринной системы. Это всего лишь 5%, когда мы можем выяснить какую-то причину. А 95% – это наследственно передаваемый феномен, так скажем. Это фенотип гипертонии наследственной. Поэтому в иностранной литературе, в западной, гипертоническая болезнь называется эссенциальная гипертония. То есть, невыясненные причины. Но, как правило, генез – это всегда наследственность. Ну, вот мы с вами не успели прийти в эфир, а у нас звонок уже есть. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, раньше был нетронг, американские таблетки. Взамен, вот сейчас их выпускают, но их не закупают. Вот взамен нетронга, что сейчас может. Но мы препараты, к сожалению, называть не имеем права в эфире. Что ответим? Я единственное могу сказать уважаемому телезрителю, что на сегодняшний день есть абсолютно адекватная замена. Нитронг – это нитроглицерин продленного действия. А поскольку регламентом передачи мы не называем коммерческие названия, я могу сказать, что есть абсолютно достойная замена нитронгу. Вам всего лишь нужно обратиться к кардиологу, мы вам подберем, и вы будете абсолютно качественно жить и не испытывать дискомфорта при ходьбе. Онкологи очень любят говорить, что каждый человек доживет до своего рака. Я хочу спросить вас, как не дожить до своего инфаркта, и за какое время до этого нужно этим и беспокоиться? Очень интересный вопрос, как не дожить до инфаркта. Этим мы занимаемся практически каждый день с каждым пациентом, который к нам приходит. Поэтому все, с чего мы начинаем, прежде всего говорим. Нужно следить за весом, знать свой уровень холестерина, знать свое артериальное давление, а оно должно быть в большинстве случаев 120-80. И поэтому, исходя из вот этих трех основных китов, мы можем сказать, что мы вносим очень важную лепту в профилактику ишемической болезни сердца. Помимо всего прочего, ведь существуют еще и наследственно обусловленные факторы. Сегодня мы очень хорошо продвинулись в плане липидологии. Это целая наука по нарушению обмена холестерина. У нас даже есть в кардиоцентре центр липидологии. И поэтому мы стараемся как можно раньше, на самых начальных этапах обращения пациента с высоким холестерином, назначать терапию для того, чтобы, грубо говоря, ну, дать человеку шанс жить дольше без инфаркта. Таким образом, билет на ближайшие десятилетия счастливый будет обеспечен, если он вовремя и качественно будет принимать эту терапию. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. У меня холестерин нормальный. Отлично. А вот, а почему бляшки? Вы знаете, такой обывательский термин, у меня холестерин нормальный. Дело в том, что если взять липидный спектр, помимо общего холестерина, в этих подпоказателях будут липопротеиды. Я назову несколько медицинских терминов, поэтому допростят меня телезрители. Липопротеиды низкой плотности, в народе их называют плохой холестерин. Липопротеиды высокой плотности, в народе их народно называют хорошей холестерином. Нам никогда это не понять. Ну, поэтому, если это разложить и посмотреть, то если сформирована бляшка, мы однозначно, врачи, найдем изъян в этом спектре. Я об этом хочу сказать. Поэтому общий холестерин – это всего лишь зауалированная такая тень. Нужно разбираться, поскольку однократный анализ ни о чем еще не говорит. Давайте сейчас мы тогда выясним… Вы заговорили, что 120 на 80 хорошо бы, чтобы было. Но это, я так понимаю, такой усредненный показатель. А вообще, как разобраться в тонкостях артериального давления? Вот если честно, я сколько пытаюсь, не понимаю, какая должна быть разница между этими двумя цифрами. Для какого возраста, какое нормальное? Ну, вообще, я даже своим студентам 5-6 курса, которые приходят ко мне на занятия, всегда говорю, прежде чем мы начинаем говорить о гипертонии, мы должны пациента правильно научить измерять артериальное давление. Вообще, по регламенту мы должны измерять трехкратно и таким образом смотреть, какая цифра среднее артериального давления. Какие главные ошибки, которые совершают наши пациенты? Это, как правило, однократный замер, и по первому замеру мы говорим, ой, слушайте, у нас высокое артериальное давление. А еще вторая причина обращения – у нас скачет артериальное давление. Когда начинаешь выяснять, что значит скачет, это просто некачественный замер. Поэтому я призываю всех телезрителей измерять артериальное давление трехкратно. Это, пожалуй, самая первая ступень, с чего нужно начинать. А цифры разные все-таки будут? Конечно, конечно. Цифры будут разные. Можно даже каждому из нас или из телезрителей проэкспериментировать, измерить артериальное давление с интервалом, допустим, в одну минуту. И на электронном тонометре мы увидим абсолютно разные цифры. Ну, в рамках разумной погрешности. Поэтому существует такой метод дополнительного исследования у нас в кардиологии, как суточное мониторирование артериального давления. В чем ценность этого метода? Все вот эти погрешности, они выводятся единой математической формулой, и мы смотрим, какое среднее давление днем, какое ночью. Но в жизни этого не нужно каждому. Нужно всего лишь трехкратно измерить и представить, какое артериальное давление. Владимир Петрович, сейчас продолжим про давление, послушаем звонок сначала. Алло, здравствуйте. Долго можно применять вот этот блок транс, да, у меня 8 лет его пью, заменять можно, или всю жизнь можно его пить? Как? Очень хороший вопрос. Я хочу вас просто похвалить. То, что вы долгое время принимаете лекарства от гипертонии. Это очень хороший препарат, который назвала телезрительница. Поэтому я вам могу сказать, пользуясь сегодняшним эфиром прямым, вы не должны менять терапию, если она вам подходит, если ваше артериальное давление 120-80. То есть замена терапии возможна только в двух важных случаях, либо непереносимость, либо отсутствие эффекта. Поэтому если вас препарат устраивает, мы его оставляем с вами неопределенно долго. Мне так нравятся ваши консультации телевизионные. А теперь к цифрам давления. Цифры давления. Во всем мире существуют так называемые рекомендации, мы по ним работаем, да, вот европейские рекомендации, наши российские. 120-80 это золотая середина, к ней мы должны стремиться, 120-80. Лишь отдельная категория пациентов с болезнью почек, они могут иметь цифры 130-80, но в основном 120-80. Вот к этой цифре, независимо от возраста, мы должны стремиться. Единственное исключение – это пациенты с гипертонией старше 80 лет. Здесь наши рамки немножко приподнимаются, поскольку существует так называемое адаптированное артериальное давление. Поэтому к лицам старше 80 лет мы такую жесткую планку 120-80 не применяем. Стараемся все-таки ориентироваться на переносимое артериальное давление. А сейчас давайте познакомимся с одним из ваших пациентов, посмотрим сюжет. Ответственное отношение к собственному здоровью – залог долголетия. Для Евгения Ивановича это не дежурная фраза, а девиз, благодаря которому он прожил последние 9 лет. В 71 год Евгений Иванович с трудом пережил операцию в онкодиспансере. Его чуть не подвело сердце. Не выдержал сердце. И привезли меня сюда. С тех пор Евгений Иванович постоянно принимает лекарства, каждый месяц дает анализы и дважды в неделю посещает занятия лечебной физкультурой. И хотя ездить приходится через весь город с Поляны Фрунзе, где у Евгения Ивановича дом. Говорит, за эти годы не пропустил ни одного занятия по неуважительной причине. По словам медиков, внимательно следить за своим здоровьем должны не только люди в возрасте, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания. Болезни сердца молодеют. Тенденция омоложения сердечно-сосудистых заболеваний, она в самом деле прослеживается на моей жизни. Я здесь работаю, правда, уже достаточно много, 40 лет. Но когда я пришел сюда, это был далекий, допустим, 1985-1986 год, пациент с инфарктом миокарда моложе, допустим, 45 лет. Это была такая редкость, на которую приходили смотреть весь персонал больницы. И сейчас у нас в отделении в редкий день не поступает пациент, значимо моложе 50 лет. А в случае, если вы почувствовали боли в груди, которые длятся не менее 10 минут, нужно сразу же обращаться к врачу или вызывать скорую. Которую мы сразу же продолжаем отвечать на вопросы зрителей. Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня ишемическая болезнь сердца. Три года назад мне поставили стенд. Высокая холестерина 72-75. Но при приеме любых препаратов от движения холестерина у меня начинаются жуткие боли в мышцах. Так что мне тяжело ходить. Я бросила пикстик с Татьяны. Это вредно? Тоже очень интересный вопрос. Я бы сказал, вопрос из жизни. И ваша жалоба по поводу мышечных болей, уважаемая телезрительница, это не настолько редкая жалоба. Да, на самом деле статина вызывает мышечную боль. И многих это пугает. Но, понимаете, у нас даже в рамках статинов этого класса существует несколько видов препаратов. Поэтому я могу предположить, что вероятнее всего, может быть, вы попробовали один какой-то вид статина. Но если вы на все виды статинов реагируете подобной мышечной болью, мы на сегодняшний день имеем и другие виды препаратов, которые снижают тоже уровень холестерина. Поэтому вам стоит, конечно же, обратиться за консультацией более детальной к нам. Это первый момент. Второй момент. Я бы сказал, какая ваша главная ошибка? То, что вы бросили принимать статины. Ишемическая болезнь сердца и стентирование. Это пожизненный прием холестерин, снижающий терапию. На статинах, собственно говоря, если человек не переносит, мы таким образом можем перейти на другой класс препаратов. Поэтому я еще раз повторюсь и призываю вас все-таки обратиться к нам в кардиодиспансер. Почему? Потому что мы подберем тогда вам альтернативный вариант статинам. Но терапия пожизненная. Если человек переносит инфаркт миокарда, стентирование, то есть любая ревоскулиризация, если говорить научным термином, или простым, любая операция на сердце, она предусматривает пожизненный прием холестерин, снижающий терапию. Мы видели в сюжете сейчас очень ответственного вашего пациента, такого добросовестного. Евгений Иванович очень ответственный. Я думаю, что у нас сегодня должен обязательно смотреть, поскольку мы ему назвали дату и назвали время, когда будет наш эфир. Привет ему передаем. А я хочу спросить, все-таки, вот если нет никаких, ну понятно, что если боли в груди или что-то такое, то, наверное, точно надо быстро бежать обследоваться. А если нет ничего, вот мы заговорили, все-таки, как не дожить до инфаркта-то, как часто и какие именно обследования надо проходить? Ну, у нас есть очень хорошая возможность диспансеризации в поликлинике, да, поэтому электрокардиограмма – это хотя бы первый, так скажем, шаг к обследованию. Она тоже может дать много информации, электрокардиограмму, да, там нарушение ритма, может быть, что-то может доктор еще что-то увидеть. Поэтому призываю всех пациентов и не пациентов, и граждан все-таки обязательно проходить диспансеризацию – это раз. И самое главное – помнить еще очень важные вещи. Если в наследственной линии есть родственники, которые переносили когда-то инфаркт миокарда, нужно об этом обязательно помнить. Если вам уже исполнилось 30, ну, с небольшим лет, вы все-таки на эту тему должны задуматься, сдать анализ на холестерин, провести ультразвуковое исследование сонных артерий. Это скрининг на сегодняшний день во всем мире, и мы увидим, есть бляшки или нет в сонных артериях. И от этого, собственно говоря, доктор пропишет либо терапию, либо жесткую диету, объем физических нагрузок. Все, что вкладывается в понятие немедикаментозные методы профилактики. Я думаю, что вот эти годы, возможно, когда-нибудь в учебниках истории будут названы как эпоха коронавируса. Не можем, конечно, обойти с вами эту тему. Почему? Потому что постковидный синдром, последствия коронавируса очень сильно обостряют сердечно-сосудистые заболевания. И более того, у кого их и вовсе никогда не было, тоже могут их получить, к сожалению. Вот действительно ли кардиологи беспокоятся об этих последствиях? И причем это касается и тех, кто перенес болезнь в легкой форме? Да, абсолютно. Есть категории пациентов, которые перенесли в тяжелой форме ковид, с большим поражением легких, например. Например, пациенты с легкой формой перенесенного ковида. Но с теми симптомами или те симптомы и жалобы, с которыми пациенты обращаются к нам, они являются абсолютно одинаковыми. Как правило, это все-таки дискомфорт в области сердца, боли. В ряде случаев появляется даже одышка. Это достаточно грозные симптомы. Поэтому, пользуясь случаем и прямым эфиром, я думаю, что телезрители должны четко понимать, что если после ковида одышка не проходит и она усиливается, это лишний повод все-таки обратиться к кардиологу и сделать обычное банальное исследование. Называется эхокардиография. Поскольку именно это исследование прояснит нам очень многие моменты. Мы, по крайней мере, решим для себя и для пациента, есть ли осложнения со стороны сердца, то есть есть ли проблемы со стороны сердечной мышцы, или такая проблема отсутствует, вероятнее всего, необходима просто реабилитация по поводу перенесенного ковида. А вот учащенное сердцебиение, на которое жалуются многие из переболевших коронавирусом, его некоторые относят, я знаю, к какому-то аналогу панической атаки, может быть, или что-то такое. Вот это все-таки... В основном, конечно, перенесенная коронавирусная инфекция и сердцебиение, это как вариант постковидного синдрома, как вариант остыни. Поэтому сказать о том, что это паническая атака, я так не могу сказать сегодня это с уверенностью. Хотя, да, есть категории пациентов со стенотревожным синдромом. И главным симптомом, с которым они к нам обращаются, это внезапные приступы сердцебиения. Поэтому здесь нужно несколько их разграничить. Если это внезапный приступ сердцебиения, то здесь потребуется более детальное обследование. А если это сердцебиение сопутствует человеку, проснувшись в течение дня, после обеда, вечером, то, скорее всего, это тот хронический симптом, который будет связан с постковидным состоянием. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня в студии программы «Звоните доктору» врач-кардиолог Самарского кардиодиспансера Владимир Кузьмин. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Говорим, конечно же, о здоровье сердца. И еще к теме коронавируса. Очень часто нам звонят зрители и спрашивают, есть ли противопоказания для вакцинации у больных гипертонией, например. Хочу разочаровать телезрителей, сказав о том, что противопоказаний с гипертонической болезнью нет. Если мы берем в разрез кардиологического пациента, у нас есть несколько ограничений, которые мы всегда проговариваем. Это острое инфекционное заболевание. В нашем понимании у нас существует, например, миокардит, воспаление сердечной мышцы. С острым миокардитом мы не будем пациента прививать. Или, например, перекардит, воспаление околосердечной сумки мы тоже пациента ограничим от вакцинации. При этом есть ряд заболеваний хронических, например, сердечная недостаточность. Если она обостряется или декомпенсируется, в период обострения мы не прививаем пациента, а после восстановления, соответственно, мы решаем вопрос о вакцинации. Поэтому сказать о том, что есть такое заболевание, которое бы препятствовало вакцинации, в кардиологии такого нет. А почему вы употребили слово «разочаровать»? Ну, многие пациенты, которые приходят к нам с надеждой, что вот у меня гипертония, наверное, мне не нужно прививаться. Поэтому мы всегда их разочаруем и говорим, вы знаете, вам не то, что не нужно, вам нужно, поскольку гипертоническая болезнь – это фактор риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Ну, кстати, нам нередко звонят телезрители, наоборот, с обратным, что вот у меня целый перечень всяких заболеваний, но я хочу, я хочу сделать. Это очень хорошая мотивация, это очень хорошая мотивация. И мы всегда таких пациентов просто, знаете, как превозносим на приеме, говоря о том, что, во-первых, это ответственный человек, это социально адаптированный человек, это беспокоящийся гражданин о здоровье и своем, и, самое главное, здоровье окружающих. Поэтому это крайне ценно и очень важно, на самом деле. Владимир Петрович, а по поводу медикаментозной терапии, кроме вот, кроме нее, есть какие-то методы, которые помогают в лечении болезней сердца? Ну, знаете, мы как бы традиционно назначаем тот или иной препарат пациенту, да, но, отвечая на ваш вопрос, никак не могу, наверное, не упомянуть колоссальные достижения в кардиохирургии. Ведь больница, в которой я работаю, это кардиологический диспансер, мы имеем мощную кардиохирургическую базу. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, да, мы на сегодняшний день имеем возможности немедикаментозные, то есть кардиохирургические, которые минимизировали бы, наверное, объем принимаемых медикаментов, если вот так простым языком сказать. Поэтому, да, мы сегодня имеем медикаменты, мы имеем мощную кардиохирургию, ну и, конечно, для того, чтобы ни на медикаменты, ни к кардиохирургам не попасть, мы обязательно пациентам должны говорить. Здоровый образ жизни превыше всего. Ходьба не менее 40-50 минут в день, борьба с избыточным весом, конечно же, не курить, умеренное употребление алкоголя и, самое главное, позитивное настроение. Ну, кстати, вот здоровый образ жизни, ведь многие воспринимают достаточно узкоспециализированно, что ли, скажем так, ассоциируют его, вот, красивая фигура, стройный, значит, занимается много спортом, отлично, вот это здоровый образ жизни. Ну, если, как говорят, нас встречают по одежке, да, поэтому, да, наверное, визуально мы можем, вот, заходя ко мне на прием, допустим, молодой человек, если он имеет идеальную фигуру, у него нет избыточного веса, конечно, я скажу, послушайте, вы ходите, видимо, в фитнес, хорошо занимаетесь, вот, но когда мы начинаем детально беседовать, тут мы выявляем, так называемые, изъяны, допустим, курение, большое значительное употребление пищи, богатой жиром, например, или углеводистый режим питания. Поэтому, конечно, если говорить о здоровом образе жизни, здесь вот должны быть обязательно вот эти составляющие, как пазлы, которые называются здоровый образ жизни. Конечно, нужно начать, прежде всего, с умеренных физических нагрузок, это главное. И во всех рекомендациях, вот последние вышли рекомендации, европейские, по первичной профилактике. Это как раз наши пациенты, которые не должны в последующем попасть к кардиологу с инфарктом миокарда. Это первичное. То есть мы говорим о том, что нужно есть, сколько нужно двигаться, какой объем жидкости принимать. Вот это называется первичная профилактика. Поэтому крайне важно, что пациент ест, что он пьет, сколько он двигается и в каком социуме он живет. Давайте послушаем еще пациентов, точнее, телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как к нему попасть, как Владимир Кузьмин? Ко мне можно попасть в кардиологический диспансер. Я работаю в этом учреждении уже больше 20 лет, поэтому телефоны регистратуры, они в принципе озвучены. Могу озвучить 373-7063, и вам дадут полную информацию по графику моей работы. Ну уж простите, доктор, видимо, прибавится количество посещений у вас. Скоро Новый год. У нас остается совсем чуть-чуть до конца программы. Я читала в лентах, кардиолог дал три рекомендации, как встретить Новый год и не расстаться с жизнью, условно говоря. Речь идет о вас, конечно же. Действительно, вот только три рекомендации существуют? Ну, конечно же, нет. Это все, так скажем, в контексте того большого объема нужных слов, которые я говорил корреспондентам, и я думаю, что наши телезрители и читатели газет, конечно, прочли. Конечно же, для того, чтобы удачно встретить Новый год, мы должны прежде всего понимать самое главное. Если мы здоровы абсолютно, то мы должны встретить Новый год адекватно своему здоровью, так скажем, да, но если все-таки есть гипертония, сегодня звонила телезрительница, перенесенный инфаркт миокарда, есть, допустим, сахарный диабет, конечно, мы должны понимать, что назначенные нами препараты не должны никоим образом перед застольем или в этот день отменяться. Это, пожалуй, первое главное, что я всегда говорю всем пациентам. Никоим образом не перебарщивать с алкоголем. Это, пожалуй, вторая очень главная такая ипостасия, на которую мы обращаем внимание. И, конечно же, воспользоваться возможностью, что у нас такая замечательная погода в Самаре. Выйти в новогоднюю ночь, погулять, это будет аэробная нагрузка, сходить на елку, поздравить родственников – это большой позитив. Поэтому я думаю, что дополнительная концентрация эндорфинов, гормонов радости, она прибавит здоровью нашим пациентам и нашим телезрителям. Я слышала, все-таки некоторые доктора говорят, что нет безопасной дозы алкоголя. Знаете, очень интересный вопрос. Не люблю я на него отвечать, но я, пользуясь прямым эфиром и предновогодним настроением, все-таки отвечу. Я своим пациентам рекомендую безопасную дозу, если мы говорим, например, о сухом вине, например, 120 грамм сухого вина, по рекомендациям, как бы это считается безопасной дозой. Но это за один раз, за один вечер имеется в виду. Понятно. Это на самом деле тот безопасный диапазон. Поэтому мы особо, врачи, не любим обсуждать объем алкоголя, который нужно принимать. Я понимаю, почему, да, и о чем мы сейчас говорим. Владимир Петрович, ну, прямо буквально два слова, что мы пожелаем нашим зрителям? Я хочу пожелать нашим телезрителям прежде всего здоровья в следующем году тигриного, хорошей гибкости, хорошего стойкого оптимизма и, конечно, позитива в наше очень сложное время. И здорового сердца, конечно же. Увидимся с вами в следующем году. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова